О том, что такое Рождество и почему так важно ценить то, что живет вокруг. Именно об этом пели и читали стихи в праздничный вечер воспитанники образцовой студии эстетического воспитания «Океан». Каждый год эти талантливые ребята радуют жителей и гостей областного центра интересными поучительными постановками и своим искренним профессиональным творчеством. Звезды по кривотам Сегодня мы проводим уже юбилейный, десятый праздник, Рождественские вечера. А первый состоялся в 2007 году, в то время, когда было заключено соглашение о сотрудничестве между Брестской епархией и управлением образования Брестского облсполкома. С тех пор мы в рамках этого соглашения и работаем. Очень много людей приходит с семьями, с детьми. Значит, это очень интересно, значит, это важно. Я особо хочу отметить и роль Центра молодежного творчества, и студии эстетического воспитания «Океан». Вот мы сегодня будем видеть как раз спектакль, который поставили они. Я бы эту студию назвала большой семьей, потому что вместе с детьми принимают участие в подготовке, принимали участие родители. За долгие годы проведения мероприятия оно уже успело стать визитной карточкой города, уникальным в своем роде совместным проектом представители системы образования и духовенства. Каждый год круг участников расширяет свои границы. В этот раз на Брестской сцене гости артисты из белорусской столицы и дружественной Беларуси Грузии. Нас пригласили на международный фестиваль, мы вместе, мы завоевали гран-при. Нам повезло, что до отлета остался еще один день. Успели частично посмотреть город и пригласили на рождественские дни. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам этого концерта. Рождественские вечера были, есть и будут, уверены организаторы и участники большого традиционного мероприятия. Ведь польза от их проведения измеряется не только воспитанием эстетическим, но и духовным. А потому представители системы образования и духовенства уже рассматривают и другие инициативы, которые позволят этим двум отраслям взаимодействовать еще более активно. Много у нас задумок и много проектов, много мы делаем. Задумок еще больше, конечно. Очень важно еще охватить спортивную сферу, подростковую сферу. Мы хотели бы во всем этом участвовать, потому что церковь и общество – это не разные какие-то лагеря. Те же люди, которые ходят к нам в храм, являются нашими прихожанами, они сегодня находятся здесь, они ходят в общественные школы, они ходят в спортивные секции. Мы понимаем, что нет разделения, и это здорово. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.